Привет! Сегодня на канале очередная новинка в мире бюджетных ТВС. Лично для меня особый интерес она представляет лишь потому, что это наушники-вкладыши. Думаю, многим, кто предпочитает именно такие, знаком этот вечный дефицит годных моделей в данном форм-факторе. По всей видимости, после нескольких внутриканальных моделей Ugreen решили немного поэкспериментировать и на сей раз перед нами модель Hi-Tune H3. С виду, да и по факту это простые беспроводные вкладыши за плюс-минус 30 баксов. Ну а что же на самом деле представляет из себя эта новинка, я тебе сейчас расскажу. Кейсы сами наушники выполнены из белого глянцевого пластика. Несмотря на такое решение, дешмански использовать не стали. Как и подобает подобному исполнению, это дело скользкое, но в меру. Достать гарнитуру из кейса двумя пальцами проблем не доставляет. Петля тут пластиковая, хоть и на первый взгляд может показаться, что это металл. Доводчика в механизме нет, но крышка без дела не болтается. И к слову, о деле. Подключение к смартфону происходит именно по открытию кейса. Для первичного сопряжения и сброса наушников до заводских настроек на корпусе футляра предусмотрена круглая физическая кнопка. Нажимается она мягко, без раздражающего щелчка. На передней стороне кредла расположен статусный индикатор, по которому можно лишь примерно понять уровень остатка заряда. Лампочка медленно будет мигать белым свечением в интервале от 100 до 30%, после чего в диапазоне от 30 до 5% она сменит свое мерцание на красное. Ну а окончательный статус, сигнализирующий о немедленном подключении питания – это быстрое моргание красным свечением. Цикл полной зарядки наушников от кейса занимает около часа, а сам кейс от сети пополнит свою энергию в течение двух. Емкость встроенного аккумуляторного блока здесь 400 мАч. В принципе, в комплекте в отдельном конверте есть мультиязычная инструкция по эксплуатации, в которой имеется русский язык. Все алгоритмы и режимы работы наушников там хорошо прописаны. Сами наушники аккуратные, ножка в меру толстая. По крайней мере, это выглядит намного лучше и гармоничнее, чем таковая у недавних Redmi Buds 3. А вот звуководы уже отличаются от классических чаш вкладышей. Они повернуты немного вниз от горизонта и уже сейчас можно спокойно говорить о том, что они имеют схожее положение с новыми Apple AirPods третьего поколения. Помимо всего прочего, таким же решением в свое время воспользовались Soundpeats в своих наушниках True Air 2 и 2+, а также в недавней новинке Air 3, про которую обзор у меня уже выходил. Что могу сказать, решение и правда удачное и об этом я уже неоднократно говорил. При таком положении звуковода своим звучанием наушники попадают точнее в цель. Однако здесь есть небольшое но. Конкретно модель H3 я бы не рекомендовал людям с узкими ушными каналами. Сядут они точно не плотно, будут давить, да и хорошего звучания от такой посадки получить не выйдет. Дело все в том, что если в случае с моделями True Air звуководы остались классическими, с характерным сужением на конце чаши, то тут у нас одинаковая ширина чаши остается почти до самого кончика. Не знаю как еще это объяснить, но посадка тут такая, как будто бы у внутриканалог открутили звуковод с насадкой и оставили как есть. Лично у меня наушники сели хорошо, но я более чем уверен, что так будет далеко не у всех. Ну и не мне тебе рассказывать, что конкретно у вкладышей от этого очень сильно зависит звучание, амбушюру сюда никакие не прилепишь. Да и обычные силиконовые накладки для вкладышей сюда залезают с трудом, при этом кейс совсем не закрывается. Но здесь надо отдать должное, что эта модель села мне лучше, чем вкладыши от Redmi. Оттого лично я здесь услышал добротный объемный бас, приятную вокально-инструментальную середину, которая не зажата и наоборот хорошо сочетается с низами в районе мидбаса. Ну а в верхнем регистре у вкладышей никогда проблем не было. Так и случилось тут. Частотная картина приятная и в целом не звенящая, особенно на максимальной громкости. Запас по этой части здесь имеется, возможно не такой большой как у тех же Soundpeats, но тем не менее тихими эти наушники уж точно не назвать. Производителям в инструкции и в промо материалах заявлено 6 часов автономности, но это на 80% уровне громкости при использовании аудиокодека SBC. Я же свой тест проводил как обычно на сотки и разумеется по аудиокодеку AAC. И вот мои результаты получились ровно в два раза меньше заявленных. Если быть точным, то при озвученных условиях в стерео режиме наушники отыграли 3 часа и 10 минут, после чего правый наушник сел, а левый продолжил играть еще несколько минут. По управлению функциями медиаплеера действия здесь следующие. Двойной тап по любому из наушников ставит трек на паузу или возобновляет прослушивание. Также данный жест отвечает за ответ на входящий вызов. Датчиков автопаузы, к сожалению, в данной модели не предусмотрено. Тройной тап по правому наушнику переключает трек вперед. То же действие по левому отмотает в начало композиции или включит предыдущую. На одинарное касание здесь ничего не зашито, что в большинстве своем исключает появление мискликов, но при этом управление громкостью сюда не завезли. Удержание пальца на сенсоре любого из наушников в течение двух секунд вызывает голосового ассистента. А вот если зажать одновременно оба сенсора и удерживать 3 секунды, то в наушниках активируется встроенный игровой режим. Отключить его можно тем же действием. Могу сказать, что по результатам моего теста задержка в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile действительно становится меньше. Мой результат в игровом тесте вышел в интервале от 160 до 200 миллисекунд, что в целом позволит довольно комфортно поиграть, разумеется, если ты не профи. Еще одним, можно сказать, открытием для меня стал встроенный в наушники микрофон. Лично я был приятно удивлен его работой. Ну а прямо сейчас я предлагаю тебе послушать, что же в итоге получилось записать на тесте. Проверяем работу микрофонов в наушниках Ugreen H3. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна. Сюда мне задувает с двух сторон ветер порывами. Я еду со скоростью примерно около 70 километров в час. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодавы в этих наушниках. Как-то так я буду слышать собеседник, если ты с ним будешь разговаривать по вот этим наушникам, по телефону. В принципе, вот с открытыми окнами проветриваясь где-то летом. Как-то так. Ну и по традиции второй тест. Тест-печка. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Таким вот образом потихонечку она набирает обороты. И уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. Фрагмент этого шума я теперь вставил, чтобы послушать при каких условиях данный тест проводится. Ну и примерно как-то так отрабатывают шумодавы в этих наушниках. При вот таком сценарии использования, если будешь находиться и разговаривать с кем-то в шумном помещении по вот этим наушникам, по телефону. Ну а вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Ugreen H3. Я сейчас нахожусь на улице. Довольно такое занимательное место. Здесь у меня наверху проспект Мира. Внизу тоже такая более-менее оживленная дорожка. Вот она вот так. И там машина проезжает мимо меня. Сейчас все это здесь очень-очень сильно шумно. Плюс еще такой легкий ветерочек сегодня задувает, несмотря на то, что погода в целом хорошая. В общем, примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим вот наушникам. Ну а я буду продолжать свой обзор дальше. Данные наушники не имеют в паре главного, и ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, если один оставить на зарядке в кейсе. За связь отвечает современный Bluetooth-модуль версии 5.2, и заявленные расстояния в 10 метров от источника гарнитура преодолевает без проблем. В городской квартире сигнал спокойно пробивает пару стен и балконную дверь. Ну и подводя сегодня некий итог, я могу констатировать тот факт, что перед нами очередная весьма годная модель вкладышей за одним лишь исключением. Автономность в 3 часа, как по мне, все же как-то маловато. Да, они громкие, и возможно слушать на сотке будут далеко не все, но все же хотелось бы хотя бы часика 4. Опять-таки с другой стороны, плюсиков кармов данной модели накидывают встроенные микрофоны. Я прекрасно знаю, что многие готовы закрыть глаза на какие-то минусы, лишь бы микрофоны были годными. Так что в целом для этих людей, возможно данные наушники будут хорошим выбором. Ну что же, вроде бы все что хотел, про эти наушники я рассказал. Если остались вопросы, то задавай их в комментариях. Ну а я благодарю тебя за просмотр, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.